Встречу с разоблачительницей Джеймса Бонда, Софи Джексон, мы назначили, как и полагается, в шпионских романах, в людном месте, на набережной. Вдруг МИ-6, службе внешней разведки, не понравится раскрытие информации о Белом Кролике. Нет, странных звонков не было, и секретные агенты не стучались в дверь со словами «Ах, ты все рассказала!» Нет, пока есть безопасности. Белый Кролик – кодовое имя агента Ие Томаса. Он выполнял секретные задания Королевства во время Второй мировой войны. Как и Ян Флейминг, создатель Бонда, агент служил в МИ-6, но только работал в другом отделе, опасном для жизни. Коллеги его называли самым смелым человеком. Он был мастером маскировки. Мог зайти в магазин, сменить шарф, шляпу и даже обувь. На выходе это уже был другой человек. А главное, Белый Кролик был успешным агентом. Трижды его забрасывали на оккупированную фашистами Францию. И каждая миссия была выполнима. Лишь однажды нацисты поймали шпиона, но он сбежал даже из концентрационного лагеря. Он прекрасно умел избавляться от хвоста, обманывать людей. Он всегда носил пистолет, несмотря на запрет. И он как минимум убил одного человека, немца, в Париже во время погони. Убил под мостом. О том, что бунт на самом деле кролик, Софи узнала случайно. Она собирала информацию в Национальном архиве о войне и буквально наткнулась на странный документ. Записку за подписью Яна Флеминга. В ней писатель сообщает коллегам об успешном возвращении суперагента. Я подумала, неужели это тот самый Флеминг? Я не могла поверить в то, что мне так повезло. Я сделала фотографию агента, пришла домой и начала исследование. В результате выяснились детали частной и секретной жизни агента. К репутации супергероя добавилась еще и слабо властелина женских сердец. Получается, тот же бунт, чей образ теперь так мил фанатам. Он хороший парень и всегда побеждает. Мальчики хотят быть похожими на него, а девушки встречаться с ним. А вы? Да, я бы с удовольствием пошла на свидание. Главное, чтобы это было не опасно. А то у его девушек есть привычка погибать. Впрочем, именно за привычки бунты и любят. Такие, как сболтать, не смешиваясь, красиво разбивать дорогие машины. Взрывать целые здания и играть со смертью в кошки-мышки. И не важно, кролик бунт или нет. Прообразы 007 уже находили не раз. Особенно перед каждой круглой датой. Бандомания в королевстве началась задолго до самого юбилея. Выставки, аукционные вещи суперагента, новые книги и коллекции дисков. Один из самых дорогих брендов Ее Величества еще и на коммерческой службе. Но, пожалуй, самый интересный сюрприз года – появление отдельного канала 007. В эфире компании B-SkyB все 22 фильма о суперагенте. Целая галерея красивых девушек, колоритных злодеев, гаджетов и бондов. И пусть 007 не стареет, но с каждой серией жизнь его становится сложнее. Ведь зрителей нужно опять удивлять и завоевывать. Евгений Ксензенко и Борис Халфин. Специально для канала «Звезда». Лоустов. Великобритания.